Прежде, приводит всего к двому, что, во-первых, что всё от Творца, во-вторых, то, что мы должны с ним связаться. Если мы это сделаем, увидим, что он добронесущий добро. Да. И тогда, получается, не важны средства, вся та методика, которой вы нас обучаете, то, что каббалисты нас обучают. Но за это необходимо держаться всё время. Методика едина, в конечном счёте. Высшая сила хочет, чтобы мы слились с ней, были подобны ей. Это называется наслаждаться его статусом, что является наибольшим совершенством. И это мы выполняем, выполняем его волю. Но у нас есть трудности, то, что мы называем. Мы как группа, нам не удаётся создать те условия, которые привели бы нас к тому, о чём мы говорили. Познать Творца, узнать, каким образом быть с ним на связи. Как привлечь свет, как построить правильно хиссарон. Всё это только через единство. Через единство. У тебя нет ничего больше. Мы сейчас с вами изучали, в 16-й части. Малхут может обратиться к Бене? Нет. Может обратиться к Зерамбину только к хиссаронам. С каким хиссароном? Хиссароном к единству. О чём она спрашивает? Если у неё есть хиссарон к объединению из своих разбитых килим, которые хотят объединиться, тогда, при условии, что они хотят объединиться, она обращается к Зерамбину, а он обращается к Бене. Иначе это не работает. Малхут — это уже точка и единство между нами, которое уже обращается. Но не забывать, что единство — это средство для того, чтобы привести к Нему Творца.